Всем привет! Я Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В сегодняшнем видео, в сегодняшнем мастер-классе я вам покажу как сделать вот такую вот вазочку. Но для начала, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. И не забудьте про соцсети. Ссылки вы найдете под видео. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники. Заходите, подписывайтесь, будем с вами дружить и творить вместе. Ну, вы подписались? Тогда смотрим дальше. И сегодня мы будем делать с вами вот такую вазу. И для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка и, конечно же, отрез джинсовой ткани. Итак, приступаем. Отрезаем горлышко нашей бутылки и, чтобы мы с вами не поранились, возьмем горлышко, подпалим утюжком. Вырежем донышко для нашей вазы, чтобы она была более устойчивая. И приклеим ее с помощью клеевого пистолета. Берем наш отрез джинсовой ткани и просовываем в нее бутылочку. Делаем так, чтобы по краям от каждого края нашей бутылки оставалось примерно 5-7 см. Значит, видите, у меня есть такая интересная вышивка на моей джинсовой ткани. И я хочу, конечно же, ее использовать. Располагаю ее по диагонали нашей вазы будущей и приклеиваю, чтобы она у нас уже не двигалась, чтобы вот эта вот часть, эта композиция уже была закреплена. У нас остается ткань. И что мы с ней делаем? Мы с ней будем делать вот такие вот цветочки. А как их делать? Просто берем, зажимаем ткань между пальчиками и прокручиваем по часовой стрелке. У нас получаются такие загогулечки, улиточки. И чтобы они у нас не развернулись назад, мы их закрепляем клеевым пистолетом. Если вы уверены, что ваш цветочек уже готов принять это место и остаться на этом месте, мы его приклеиваем к бутылке. И вот так у нас получаются очень интересные цветочки, которые дают такие красивые ровные лучики. Таким образом мы проделываем с остальной нашей тканью. У меня получается так 5 цветочков. Вы уже смотрите по своей ткани, сколько у вас остается ее и экспериментируйте. Точно так же я начала экспериментировать, когда решила создать и показать вам эту вазу. На самом деле я нигде таких технологий не видела. Именно вот чтобы можно было сделать такую вазу путем складывания джинса. Но посмотрим, что получится в дальнейшем. Я думаю, будет очень интересно. Если вы видите, что у вас остались какие-то складочки, неровности, не переживайте, это мы потом с вами все задекорируем. И уверенно получится просто крутая, красивая ваза. Так, ну а мы продолжаем. Чтобы наша вазочка приобрела форму, чтобы она не была такой бомбезной, повторюсь, бесформенной, мы у донышка заложим складочки и их закрепим с помощью клеевого пистолета. Хочу повториться, что клеевой пистолет ну просто супер инструмент и работать с ним очень легко и быстро. Кстати, у меня есть на моем канале плейлист, видеоролики, мастер-классы, в которых я показываю, рассказываю, как с помощью клеевого пистолета без иголки и нитки сделать очень крутые и красивые вещи. Так что заходите, смотрите, обязательно подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Вернемся к нашей вазе. То же самое мы сделаем и с горлышком нашей вазы. То есть у горлышка мы закладываем складочки и закрепляем их с помощью клеевого пистолета. Теперь всю оставшуюся нашу ткань мы просовываем в вазу и с помощью маркера, ручки, чего угодно прорисовываем место, где мы будем отрезать ткань. От горлышка мы отступаем 3 сантиметра и эту лишнюю ткань, которая нам уже не нужна, мы ее отрезаем. И чтобы закрепить все наши припуски, мы их приклеиваем к нашей бутылке с помощью клея. Здесь сложного ничего нет. Перейдем к нашему донышку. Возьмем от края, отмерим 2 сантиметра, обрежем лишнюю ткань по нашим наметочкам и сделаем надсечки в виде треугольничков. А всю лишнюю ткань, складочки, которые у нас были заложены, мы их повырезаем, чтобы у нас ваза была устойчивая, донышко было ровное, поэтому мы это уберем и приклеиваем. Теперь приступаем еще к одной части нашего декора. Сделаем цветочки. Цветочки мы будем делать из полосок джинсовой ткани и кружева, тесьмы, ленты, все, что у вас имеется. Для этого мы берем, нанизываем на нить нашу ткань, джинсовую ткань, примерная полоса, шириной была 3 сантиметра, длиной 15 сантиметров. И делаем такой цветочек, а концы нашего цветочка мы закрепляем ниткой в узелочек. То же самое проделаем и с кружевом. Вот у нас получились таких два красивых цветочка. Теперь возьмем и приклеим их друг на друга. По такой технологии я сделала 5 цветочков разной формы, разных размеров. Вы видите, у меня есть цветочки просто с джинсовой тканью, есть с кружево, есть в сочетании кружева и джинса. Располагаем их на нашей вазе и приклеиваем. Ой, я же совсем забыла, мы не доделали с вами донышко. Для этого мы возьмем, вырежем кружочек размером с нашего донышка и приклеим его, закрывая наши припуски. Отлично! Теперь у меня осталась тесьма, я хочу ее приклеить по нижнему краю нашей вазы. Пока у нас все хорошо получается, мне нравится. А вам нравится данная ваза? Если да, ставьте лайки. Ну а мы продолжаем декорировать. Я взяла такие бабочки деревянные, но не могу я без бабочек, люблю я бабочек. И украшаю ими вазу. Располагаем, приклеиваем. Но это еще не все, что я использую в нашем декоре. Я возьму бусины жемчужины. Потрясающее сочетание, я думаю, будет вазочка очень легкая, воздушная. Ими я украшу и шов с вышивкой, который у нас расположился по диагонали нашей вазы. Приклеиваем это все на клей. Я пробовала и с помощью нитки и иголки, но совсем не то получается. Также бусины мы расположим и в серединке наших цветочков. То есть вы можете и три бусинки приклеить, и одну бусинку. Смотрите, фантазируйте. Теперь приступаем к нашим складочкам, про которые я вам говорила, чтобы вы не переживали, если они у вас есть. Мы их с помощью клея закрепляем, а на эти складочки приклеиваем бусины. Таким образом у нас получается очень удивительная такая ваза. Мне очень понравился результат. Эта ваза радует сейчас мой глаз, находясь в моей комнате. Поэтому я считаю, эксперимент удался. Ваза получилась. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Если да, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Ну, а с вами была Светлана Гаспорович. И до новых встреч!